вот такие яйца получились у нас ждем теперь пасхи всем привет сегодня буду красить яйца яйца я крашу я вообще люблю яйца красить цветными красками но дань традиции обязательно крашу яйца несколько яиц крашу шелухой так как делали как делала моя бабушка потом делала мама потом стала делать я и обязательно всегда в пасху крашу как какое-то количество яиц шелухой буду красить кстати когда я крашу шелухой я беру коричневые яйца они будут более темненькие и кстати их и легче красить потому что у них более жесткая шкарлупа чем у у белых яиц скорлупочка четвертенькая и буду красить перепели шелухи от лука если у меня даже не набралось я с лука снимаю шелуху оставляя его беленьким все равно к пасхе надо готовить какую-то еду и лук пригодится поэтому не страшно складываю яйца складываю перепелиные яйца заливаю водой кладу столовую ложку соли и на огонь и буду варить минут 30-40 сразу ставлю не на сильный а средненький такой чтобы потихонечку они варились и не треснули кстати яйца я бы вытащила заранее со вчерашнего дня их вытащила в комнату чтобы они были комнатной температуры чтобы когда варились они не трескались и белые и коричневые все вытащила закипели мои яйца уменьшаю огонь и будут они мне вариться минут 30-40 периодически буду конечно буду опускать яйца вниз чтобы они прокрашивались теперь буду варить белые яйца столовая ложка соли и в в холодную воду выкладываю яйца ставлю на огонь теперь буду перепелиные яйца варить чайную ложку соли они так не лопаются поэтому не страшно и выкладываю свои перепелиные яйца все ставлю на огонь покрываю водой яйца варится я добавила еще коричневых яиц посмотрим как они покраситься в цветные краски выключаю яйца и оставляю их в этой воде вынимаю яйца из слои вот такие яйца у меня получились сейчас намажу руки маслом и натру яйца вот это мои луковые яйца стакан наливаю ложку уксуса и горячей воды и буду красить красками вот это она вот Сначала я яйца крашу в пастельные цвета, а потом добавляю краску и чтобы они были более интенсивного цвета. Здесь будет желтая. Я в стакан наполовину наполняю водой, чтобы когда яйцо попадало в стакан, вода не выливалась и не пачкала кругом все. Вот такое яичко желтое. Красивое яйцо. Желтенькое тоже готово. Также смазываю все остальные яйца, которые крашу растительным маслом, чтобы они блестели и имели более красивый вид. Вот такое голубое яйцо. Теперь после того, как я покрашу все яйца, на столе останутся пятна. Я просто протру уксусом и все пятна исчезнут. Столовым уксусом девятипроцентным. Его надо втереть аккуратно. Жидкая бронзовая краска. Надо втирать до того момента, пока не начнут липнуть перчатки. Втираются в горячие яйца. Сухие. Их надо аккуратно обтереть сначала. Красота. Красим золотое яйцо. Его, скорее всего, надо будет в несколько слоев прокрашивать, потому что эта краска очень как-то пляшами ложится. Кошечка-херечка непростой яйцо золотое. Я так думаю, что они не горячие. Не-не, они горячие. Просто эта краска золотая именно. Вот она дает хороший блеск, но сама по себе она ложится очень плохо. Нет, сейчас она обсохнет чуть-чуть. Когда она липнет, перестанет. Красиво. Вот такой амуаровый глазун. Положилось амуарово так. Красиво. Где-то лучше красится. Красиво. Хотя оно вообще холодное. И масло помазанное. Да, и красится оно получше. Очень красиво получается. О, красота. Красиво. Вот такие яйца получились у нас. Ждем теперь Пасхи. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока.